Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня проблема, не могу найти общий язык на работе с коллегами. С коллегами, причём везде, где работаю, вроде приветливые, добрые, но мне кажется, что это никому не нужно, какая-то агрессия, неприязнь ко мне, наезды. Ну, смотрите, здесь ситуация неоднозначна. С одной стороны, тут может быть, конечно, такой момент, что там действительно могут относиться негативные люди, ну, просто потому, что негативные люди, они есть, да, они как бы существуют, да, и от этого, ну, вряд ли можно прям вот так взять и избавиться. Ну, вот, это первое. То есть, с одной стороны, да. С другой стороны, то, что вы описываете, вполне может быть элементом проекции. То есть, вы приписываете людям то, как вы, например, сами к себе относитесь, да, и агрессию наезды вы проявляете, размещаете в людях именно вот по той причине, да, что, ну, что это чувство, это чувство, оно как бы есть, получается, в, ну, вас, вас самой. Такой вот момент. Здесь может иметь место, быть, конечно. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Заключается в том, что вы сами, собственно, говора. Насколько вы сами вот в этом смысле реализованы. я имею в виду насколько вы реализованы социально, да? Социально. То есть, насколько у вас есть, ну, выбор с кем общаться, вот, с кем общаться, вот, как общаться, для чего общаться, и так далее. То есть, это вот очень важный момент, насколько вы в целом вообще реализованы, насколько вы хорошо, комфортно, например, ну, как бы, чувствуете себя с, там, допустим, вот, ну, с другими людьми, не с коллегами. Вот. Понимаете, да? Дальше вы говорите, что я приветливая, да, что я вот со всеми, значит, ну, как-то вот стараюсь вести себя вот так, как вы ведете. Вот. И очень важно здесь увидеть, что, насколько это искренне для вас. То есть, то, что вы приветливы, это хорошо. Вот. То, что вы открыты, это хорошо. Вот. Но было бы здорово, на мой взгляд, постараться увидеть, насколько искренне вы это делаете. Насколько искренне вы, вот, проявляете свою открытость. Дальше. Вы пишите, мне 47, я либо теряюсь, либо сама начинаю, когда в вебре слышу хамский, хамский тон, сама начинаю хамить. на это, если меня сильно довести. люди, которые вот теряются, да, люди, не люди, которые вот чувствуют вот такую неуверенность в себе, в себе, они действительно часто, они действительно часто, так скажем, испытывают агрессию. Вот. Потому что вы себя подавляет, подавляет, Вы себя подавляете стыдом, вы себя подавляете виной, вы себя подавляете требованиями, вот, к себе. Ну, такими, вероятно, большими, высокими требованиями, вот. И все это, конечно, оказывает влияние на вас. Все это, конечно, влияет, влияет на то, что вы себя сдерживаете, когда вы себя, когда вы себя сдерживаете, естественно, у вас накапливается некая реакция вот ответная и вы, как бы, как бы, идио, ну, что логично, выражаете и проявляете вот так, ну, как привыкли, да, как умеете и все. То есть, это, на мой взгляд, вполне адекватное состояние. Что здесь нужно, да, это, пожалуй, то, что перестать, нужно перестать себя сделать. И научиться обращаться со своими чувствами научиться выражать их, научиться замечать то, что вам хочется. Вот. и в общем и целом, я думаю, что таким образом тогда ваша жизнь начнет меняться, меняться в лучшую сторону. Вот. сейчас вы себя очень-очень-очень сильно сдерживаете, как я уже говорю, из-за неверности себе, из-за страха и так далее. Вот это рождает напряжение, напряжение, в свою очередь, рождает, вот, довольно такой, получается, негативный, окрас, да, негативный, негативный такой контекст в том, как вот вы, там, ну, как вы воспринимаете себя, как вы относитесь к себе и так далее. Вот. Это очень важно, конечно же, понимать. Дальше. идем. Так, если меня заключают работу от усталости, перехожу на крик, да, то что мы здесь видим? Ну, мы здесь видим, в общем и целом, проблему личных границ. Пожалуйста. То есть, мы здесь видим то, что вы о себе не заботитесь, мы здесь видим то, что вы свои интересы, получается, не защищаете, вот. И мы здесь фактически видим то, что вы, ну, вот, собой, буквально, в смысле этого слова, жертвуете, получается. Ну, Да. То есть, как-то вот, возможно, в идеале, возможно, вам бы хотелось, наверное, чтобы вас и загружали, и чтобы вы не чувствовали усталости, чтобы вы не срывались на крик. Вот. Ну, наверное, нужно понимать, что так не бывает. Вот. Что, если вы доводите себя до, вот, что называется, усталости, да, вот, то вы будете срываться, конечно же, на крик. Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально, что вы будете срываться на крик. Вот. Поэтому здесь очень важно не доводить себя до крик. Не доводить себя до усталости. Точно. Точно. Вот. А это вопрос личных, личных, личных границ, само собой. Само собой. Это вопрос, уверенность в себе. Есть вопрос чувствования, того, что вы, вот, сами, например, в целом, могли бы хотеть. Вот. Чего бы вы сами могли бы желать и так далее. Вот это вот. Такая история. Я постоянно нахожусь в стрессе из-за моей работы. Пишите вы. А что конкретно? Что конкретно? Что конкретно? А приводит вас в этот стресс? От работы? Вот. Вот конкретно. Что конкретно приводит вас в стресс от работы? Вот. Что вызывает у вас стресс? От работы. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. Потому что стресс это то, как вы реагируете. Вот. Как вы реагируете на то или иное, что происходит в вашей жизни. Нужно ли с этим разобраться? Да. Конечно. Конечно, с этим нужно разобраться. Конечно, это нужно поисследовать. Конечно, нужно понять, что происходит там с вами. Вот. Ну а пока что, как вы понимаете, ничего такого нет. Нет. Вот. То есть, вот. То, что вы говорите, что у меня стресс и всё. Вот. Можно идти из бухгалтера, найти что-то спокойнее для себя, хотя я уже давно работал бухгалтером и ничего другого не умею. Ну вот. Тут мы сталкиваемся с тем, что вы себя заставляете работать. Да. Получается. Только. 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 Потому что вы, вот. Типа. По вашему мнению, да. Ничего другого не умеете. Вот. То есть вы здесь, что боитесь пробовать что-то нового. По факту. Вот. Вам страшно. Пробовать что-то нового. В бухгалтере нет особых успехов. Не стал главбухом. Работаем до очень небольших зарплат. Это проблема самооценки. Часто меня работают. Две предыдущие фирмы закрылись. Работаем снова. Мне служит три месяца. Не нравится мне. И не нравится. Там люди злобные, сплетники, конфликтные. Ну вот. Вы все говорите про других людей. Таким образом. Вот. Опять же, это как будто бы больше про проекцию. Про то, что вы приписываете сами этим людям. Вот. Так. Приписывайте то, что происходит с вами. То есть это недовольство, неудовлетворенность. Какая-то удобность. Я даже в выходные и в праздники прокручиваю в голову. Я в голове не могу переключиться. Не думать о работе, даже не находясь на ней. Это интересно. Это интересно. Вот. С одной стороны. Да? Что для вас значит работа? С одной стороны. И с другой стороны. А если у вас в жизни что-то интереснее работает? Постоянно извиняюсь, говорю спасибо. Да, это чувство вины и чувство вины и не чувствование своих личных границ. Знаю больше, чем за должность, на которой я сейчас работаю не бухгалтером, а оператором уважения ко мне. Нет. Дергать нам. Да? То есть вы соглашаетесь на меньшее, чем вы можете. И страх. Уже давно проблема. Так. Уволюсь опять затянуть за поиски. В общем, все дело в моей низкой оценке и в том, что я в постоянном стрессе. Ну, этим нужно работать только. Это психотерапия. Да? Постепенно. Уже давно проблемы со основным раннее пробуждение. Ни один раз по мыши не может. Ну, это психотерапия, скорее всего. В общем, не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? Что делать, чтобы что? Дело в том, что для нахождения общего языка с людьми другими, да? Ну, наверное, должна быть мотивация. Должна мотивация, чтобы и люди хотели с вами общаться. И чтобы вы хотели общаться с людьми. Понимаете, да? А если мотивации нет, то получается такая вот история. Мотивация появляется тогда еще, когда у людей мало информации. Ну, например, право. Уже давно… Так. У меня характер боязливый, скромный, впечатлительный. Все принимаю близко к сердцу. Единственное достоинство, что ответственно. Ну, я бы сказал, что директивно да, а ответственно нет. Потому что ответственность это не про подчинение. Ну, вот. А с боязливостью, скромностью и впечатлительностью можно работать. Ну, вот. Можно работать. Мне кажется, что вы давно потеряли контакт с самой собой. Вот. И психолог поможет вам как раз таки его постепенно восстановить. Всего вам самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Обращайтесь. Субтитры Hindwickс evaluate the trail of black morс UFO. Обращайтесь.